День за днём Дни Якутии День за днём 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 При поступлении было сделано скелетное вытяжение, при переломах трубчатых костей, как мы видим в снимке, осмотрены были специалистами в полной мере, сделаны КТ-снимки, рентген-снимки, наблюдаем сейчас в данное время. При принимации сейчас находится больной, у нас тоже стабильное тяжелое состояние, с большим, с ушибом головного мозга. В связи с трагедией в Татинском районе объявлен трехдневный траур. Продолжение следует... В связи с реализацией признаны стать опорные зоны. Это комплексные проекты, они должны обеспечить национальную безопасность северных широт. Опорные зоны должны появиться до 2020 года, а заработать в полную силу к 2025. Главными звеньями северо-якутской опорной зоны руководитель республики Егор Борисов назвал реконструкцию морского порта в поселке Тикси и строительство высокотехнологичной жатайской судоверфи. На месте будущей судоверфи побывала Юлия Михайлова. Плановый бюджет федеральной госпрограммы по развитию Арктики составляет более 190 миллиардов рублей. Финансировать будут три направления. Развитие опорных территорий, северного морского пути и судоходства в Арктике, а также создание нового оборудования и технологий. Какой станет северо-якутская опорная зона и, главное, какие задачи, для этого необходимо решить. На форуме рассказал руководитель региона. Есть определенные проблемы, которые долго-долго не решались и наверняка долго будем решать. Прежде всего, транспортная доступность. Далее, есть определенные особенные проблемы, которые имеют отношение только к Арктике. Это проблемы, которые связаны, прежде всего, с доставкой грузов. Сегодня мы заговорили о развитии цифровой экономики в Российской Федерации. Но, к сожалению, инфраструктура связи там не развита. Вот на этом месте Жатайского судоремонтного судостроительного завода появится цеха с высокотехнологичным оборудованием для строительства новых судов. План по модернизации Жатайского завода начали активно обсуждать еще в 2012 году. В 2015 году пришли к мнению, что надо строить именно судоверфь. В прошлом году макет судоверфи представили на инвестплощадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Тогда говорили, что проект будет равняться на самые передовые технологии, применяемые в Южной Корее. И в этом году проект включен в программу развития Арктики Российской Федерации, как один из стратегически важных объектов. Всего в программу вошли 250 проектов. Проект включен в государственную программу развития Арктики, которая была принята 31 августа текущего года. С основными параметрами это 570 миллионов рублей всего инвестиций, в том числе 5 миллиардов 750 миллионов – это всего инвестиционный объем работы. 4 миллиарда 100 миллионов – это финансирование за счет федерального бюджета, за счет программы, которую я указал. 750 миллионов – это республиканские ресурсы, которые будут финансированы через Корпорацию развития Республики Цеха-Якутия. И 900 миллионов – это будут привлеченные ресурсы. Сегодня завод производит текущий и очередной ремонт своей флотилии. Относительно недавно начали модернизировать суда согласно требованиям технического регламента. Вообще отстаиваются 120 единиц флота, они все подлежат мелкому ремонту. Часть из них есть ежегодная, часть идет очередной, это раз в 5 лет. Проводим большой объем работы со снятием двигателей, демонтажом движителей, винтов, валов. И ремонтируем корпуса, делаем растяжки так называемые, выявляем дефекты и все это ремонтируется. Также мы параллельно ведем модернизационные работы. В прошлом году мы сдали два танкера. 90% грузов в Якутскую Арктику завозится в навигацию. Поэтому жизнь десятков населенных пунктов Арктики в прямом смысле зависят от глубин северных рек, от состояния самих судов, которые доставляют в северные села топливо, продукты питания, строительные материалы. Средний возраст судов Ленского бассейна 40 лет, что превышает норматив почти в два раза. А износ судов доходит до 70%. Только недавно завод начал модернизировать свои суда и даже строить, причем на отечественном оборудовании. Здесь у нас находятся гильотины, правочные станки, гибочные. Все, что нужно для модернизации в работе с металлом, мы ничего не заказываем, изготавливаем все своими силами. Для этого у нас все оборудование имеется. Сейчас вот докупили новый гибочный станок, будем гнуть разными углами. Так что работать есть, чем деньги сейчас дают, проблем больших нет. Завод работает круглый год. Здесь трудятся порядка 500 человек. Судоверфь сможет производить до 10 судов, проводить реновацию 6 судов и утилизировать по 2 судна ежегодно. Количество работников должно увеличиться. При выходе на проектную мощность 1350 человек, на сегодня на заводе работает порядка 450-500 человек, по разным оценкам, в разный период времени. То это увеличение порядка 800 рабочих мест дополнительных будет. Строительство судоверфи, как и реконструкция Северного морского порта в Текси, станут одними из пунктов комплексного развития Северного морского пути и прилегающих территорий, включая развитие инфраструктуры, гидрографическое обеспечение, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы. Юлия Михайлова, Гаврил Григорьев, Якутия. День за днем. Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах президента России. О готовности идти на четвертый срок он объявил на этой неделе на встрече с работниками завода «Газ» в Нижнем Новгороде. Ранее, 6 декабря, Путин посетил форум «Доброволец России-2017», где его также просили объявить о своем участии в выборах президента 2018 года. Однако тогда российский лидер лишь пообещал, что сделает это в ближайшее время. Перед тем, как пообещать это, Путин спросил у волонтеров, поддержат ли те его кандидатуру. В ответ получил многоголосое «да». А на встрече с работниками завода «Газ» действующий президент уже не задавал вопросов. Работники сами сказали, что поддержат его в грядущей предвыборной гонке. Вместе с тем, в следующий год в России Владимир Путин объявил годом волонтера. Об этом он сказал, выступая на вышеупомянутом форуме «Доброволец России» во время церемонии вручения одноименной премии. «Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», – сказал Путин. Он также отметил, что подобных примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом становится все больше и больше. В Санкт-Петербурге проходят Дни Якутии. Их посвятили 385-летию вхождения региона в состав российского государства. На этой неделе состоялась встреча делегаций в Смольном, передача белого медвежонка Харчаны в ленинградский зоопарк, выставки и концерты. Все эти события призваны дать целостное представление о нашем регионе, его истории и перспективах развития. Но проводят Дни Якутии не только для этого. Они также призваны наладить новые и укрепить прежние договоренности о взаимодействии между Якутией и северной столицей. Это сотрудничество в области культуры, науки, экономики и не только. Более подробно о днях республики в Санкт-Петербурге нам расскажет Айсена Бурнашова. Дни Якутии в Санкт-Петербурге стартовали 6 декабря. И уже мероприятия якутян посетили тысячи человек. В резиденции губернатора Георгия Полтавченко в Смольном состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между двумя регионами. Во время этой встречи городской округ Жатай и Адмиралтейский район Санкт-Петербурга официально стали побратимами. Соглашение подписано о торгово-экономическом, научно-техническом, образовательном, социальном и культурном сотрудничестве. Во время этой встречи также стало известно, что Якутия и Петербург будут сотрудничать и во время чемпионата мира по футболу, который в 2018 году будет проходить в северной столице. Учитывая большой опыт Якутии в волонтерском деле и студенческих мероприятиях, Комитет по молодежной политике Петербурга предложил сделать специальный отбор для якутян, который будет проходить в режиме скайп-совещания. Мы принимаем ваше предложение и начнем подготовку волонтеров для чемпионата мира по футболу. Старт к культурным мероприятиям положила персональная выставка «Образ Арктики» народного художника Якутии Юрия Спиридонова. В голубой гостиной выставочного центра «Союза художников» были представлены 50 работ. Здесь картины и 80-х годов, и совершенно новые работы. Гостями экспозиции стали поклонники творчества художника, жителей Санкт-Петербурга и даже гости из Владивостока и Харбина. Я специально прилетел в Питер на питье, на поздравления. Я хорошо знаю Якутию, потому что я три раза был. Мне очень понравилась ваша выставка. Это совсем другой мир, и он большой-большой молодец. Он сам Алмаз Якутий. Будучи реалистом, он много ищет, работает в новых каких-то формальных ситуациях. Поэтому очень крупный художник и очень всю свою жизнь развивавшийся. Это очень важно. И, конечно, самым ожидаемым событием стала передача белого медвежонка Харчаны из Ортодайду в Ленинградский зоопарк. Харчана с якутского переводится как снежинка. И словно по велению самой природы, сегодня в Петербурге с самого утра идет снег. Харчана хорошо перенесла перелет в северную столицу и обосновалась на новом месте. Любимым лакомством по-прежнему остается рыба и сладости. Находясь здесь, она впервые попробовала морковь и свеклу и пристрастилась к яблокам. Как отмечают сотрудники зоопарка, у Харчана Ломоносовны все замечательно. И можно уже начать думать о будущем медведицы. Мы уже думаем, как бы найти медведя молодого. Лучше от родителей недавно из природы, чтобы получилась у нас прекрасная пара. Передача «Белого медвежонка» состоялась в торжественной обстановке. После небольшого ожидания собравшиеся увидели первый выход в свет нового жителя – Ленинградского зоопарка. Поздравим с новосельем Харчану и пожелаю ей поскорей освоиться на новом месте. Пусть якутский характер мамы поможет ей в этом. А сотрудники Ленинградского зоопарка приложат все усилия, чтобы ей здесь было комфортно и уютно. Все мои знакомые уже давно в Якутии посмотрели на Харчану и наконец-то дошла очередь и до меня. То, что здесь животное будет жить достаточно обласканно и достаточно уход будет за ним, это совершенно однозначно. Я люблю белых медведей, вообще белый цвет и снег вот у нас сегодня идет, все ассоциируется с чем-то красивым. Заполнил больше всего то, что ее зовут Харчана и это переводится как «снежинка» и еще она большая. Я хотела, чтобы она заявила себе нового друга. Это пока временный вольер, но здесь уже созданы все условия. Сотрудники Ленинградского зоопарка даже специально собирали редкий петербургский снег, чтобы малышке было легче адаптироваться к местному климату. С самого рождения и до момента передачи Харчану оберегали сотрудники якутского зоопарка Орто Дайду. Они уверены, что медведица на новом месте будет так же хорошо, как и в Якутии. Ну она себя прекрасно чувствует, поэтому мне бы хотелось жителям республики сказать, чтобы они не волновались, к нам звонят, пишут. Все хорошо, Харчана очень хорошо себя чувствует. В рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее также состоялась ювелирная выставка «Сокровищница Якутии». А на сцене Государственной академической капеллы прошел гала-концерт мастеров культуры и искусств республики. Дни Якутии в Санкт-Петербурге продлятся до 11 числа. На площадках города ожидаются выставки, презентации и кинопоказы якутских фильмов. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК САХА, Санкт-Петербург. Я напомню, вы смотрите итоговую программу «Якутия день за днем». Далее мы поговорим вот о чем. Безопасный Новый год, некачественная пиротехника, продукты ненадлежащего качества и многое другое могут омрачить главный праздник зимы. Как обезопасить себя и без происшествий встретить 2018-й? В Новый год без долгов судебные приставы России начали масштабные рейды по поиску должников и аресту их имущества. Проверки проводят каждый понедельник. Как обстоят дела с долгами по алиментам и заработной плате в Якутии? В «Гранит науки» в эти выходные пройдет ежегодное вручение Нобелевской премии. Основные лауреаты – ученые, достигшие высоких результатов в своих исследованиях. Тем временем в Якутии работает несколько институтов Российской Академии Наук и есть своя Академия Наук Якутии. Чем гордятся якутские ученые и какие исследования они проводят? Ну об этом сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Новости ОТС И вновь в эфире итоговая программа «Якутия». День за днем мы продолжаем говорить о главных событиях недели и не только. Судебные приставы России начали масштабные рейды по поиску должников. С 4 декабря стартовала акция «В Новый год без долгов». И весь месяц, каждый понедельник, сотрудники будут проводить рейды по адресам должников для проверки их материального положения, а также наложения ареста. Акция, которая началась в стране в первый раз, повод поговорить о должниках, о том, какие меры принимаются к ним в регионе. Об этом судебными приставами поговорила Марьяна Кутукова. С начала этого года в управление судебных приставов поступило более 500 тысяч исполнительных документов. С каждым годом количество должников по судебным решениям растет. Значительная доля долгов в республике – это алименты, задолженность по кредитам, услугам ЖКХ, различные штрафы и налоги. Всего за 11 месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников более 5 миллиардов рублей, в том числе и с предприятий по невыплаченной заработной плате. Их не так много в общей массе. Это 3600 в этом году поступило за 11 месяцев. Из них у нас очень большое количество фактически окончено, потому что эта категория исполняется во вторую очередность. Бывают, конечно, и бюджетные должны, но в основном стараются рассчитываться. У нас их немного. В основном это разные организации, которые попали в трудную ситуацию и не выплачивают какой-то период. Но зарплаты, конечно, там получше. Ситуация у нас стоит. У нас проблема, допустим, с большими кредитами. Суммы кредитов большие, и там поэтому частями погашается в течение длительного времени. Арест имущества на сегодня является одной из самых эффективных мер. Второй действующий на должников способ – это ограничение выезда за пределы страны. Таковыми в этом году стали 32 тысячи человек. Кроме этого, более тысячи алименщиков были ограничены в пользовании водительскими правами. Обращения по последним должникам в этом году выросли в полторы тысячи раз. По словам судебных приставов, алименщики тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности. Однако, прежде чем это делать, взыскателям стоит хорошо подумать. Многие, конечно, взыскательницы, я хотела бы сказать, что не понимают, ну, как бы, не до конца понимают эту ответственность. Если мы привлекаем должника к уголовной ответственности, то, соответственно, как бы, преграждается путь ребенка, допустим, для устройства, например, в государственные, в федеральные органы, допустим. Такого сотрудника, если отец судим, нежелательно брать, ну, и это законом запрещено, это близкие родственники. Цель, стартовавшей в декабре всероссийской акции, избавить граждан от долгов до Нового года. По итогам первого рейда должники, на которых не действуют стандартные требования, хотя бы частично погасили долги по алиментам и заработной плате. По заработной плате у нас не очень много исполнительных документов, да, мы из 580 остатков почти по 400 должникам прошлись. Это по всей республике ходили, да, наши приставы. Вот, и по алиментам мы выбирали там тех, которые прямо, ну, вот, не являются на вызовы, не получают наши документы и не принимают меры к погашению, не сообщают о работе. Там мы более 500 должников посетили. Значит, из них, значит, установили 36 должников, которые имеют место работы, например, да, потом привлекли к административной ответственности определенное количество должников, вручили требования об уголовной ответственности. То есть, если вот не будут дальше они принимать меры к погашению, будет ставиться вопрос о привлечении все-таки к ответственности. До конца декабря будет еще три рейда по другим категориям долгов. Не исключено, что такая масштабная акция станет ежегодной. Варианна Патукова, Евгений Лугинов, Якутия, день за днем. Тем временем уже через две недели пробьют куранты и весь мир встретит новый 2018 год. Это самый долгожданный и веселый праздник, однако. В то же время он несет массу скрытых опасностей. Именно в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни возрастает количество обращений людей в скорую помощь с различными травмами, отравлениями и многими другими неприятными последствиями веселых праздников. Какие правила безопасности следует помнить, чтобы не пополнить сводки несчастных случаев? Об этом и не только расскажет Саргулана Захарова. В Башкирии девятилетний школьник получил травмы обоих глаз после взрыва петарды. Врачи пытаются сохранить ему зрение. 13-летний подросток в Татарстане получил ожоги руки и бедра, пытаясь потушить воспламенившуюся от искры петарды одежду на друге. 26-летняя девушка в Донецке скончалась от взрыва некачественного фейерверка. И таких примеров последствий неосторожного обращения с пиротехникой на просторах интернета великое множество. Веселые, на первый взгляд, развлечения могут обернуться настоящей трагедией. Чтобы не омрачить себе наступающие праздники, необходимо соблюдать правила безопасности. В первую очередь соблюдайте дистанцию от зажженной пиротехники. Существует несколько классов опасности таких устройств. Каждая из них предполагает определенный радиус поражения, но специалисты советуют наблюдать за огненным шоу на расстоянии не менее 20 метров. Для того, чтобы себя обезопасить при покупке пиротехники, стоит удостовериться и в его качестве. Для этого продавцы должны предоставить в обязательном порядке сертификат соответствия. Также в магазинах на прилавках должны лежать только муляжи, а не настоящая продукция. Мы решили проверить, насколько отвечают этим требованиям наши магазины в Якутске. В первом же магазине нам немедленно предоставили все необходимые документы. Не отказали в просьбе и следующей торговой точки. Однако ни в одном из них мы не были уверены, что покупатели не рискуют своим здоровьем, заходя в помещение. На данных витринах должны находиться непосредственно только муляжи. А это муляжи стоят у вас? Требуется также два эвакуационных выхода. Первичные средства пожаротушения, сигнализация. Перед новогодними праздниками сотрудники МЧС проводят традиционные мероприятия для профилактики несчастных случаев и пожаров. В том числе проходят рейды и по магазинам, которые реализуют пиротехнику. К сожалению, что и в прошлом году, что и в этом году, как бы вот такие моменты у нас имеются места нарушения данных требований. Мало кто знает, что существуют требования и при перевозке такого груза. При весе более 300 килограмм он подпадает под определение тяжеловесных и опасных грузов. При транспортировке подобный груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой. Кроме того, он не должен создавать шум, пылить и загрязнять дорогу. При любом из нарушений инспектор ДПС может потребовать прекратить дальнейшее движение. Там довольно-таки существенные штрафы. Если это предприятие или организация, соответственно, проводим проверку в отношении должностного или юридического лица. Что же касается негабаритного груза, который чаще всего водители перевозят на пассажирских автомобилях, он не должен выступать более чем на один метр спереди или сзади, а также на 40 сантиметров сбоку. В противном случае водитель должен его обозначить знаками крупногабаритных груз. Но, несмотря на эти требования, на дорогах нередко можно увидеть под завязку загруженные автомобили. С начала года, по информации Управления ГИБДД, такие горе-перевозчики стали виновниками 17 дорожно-транспортных происшествий. Мы проводим профилактические мероприятия, конкретно на федеральных дорогах, на региональных, и выявляем водителей, в то же время нарушающих правила перевозки грузов. Там есть отклонения у нас, и машины оборудованы с нарушением, скажем так, внесены изменения в конструкцию, есть у нас. Предприимчивые перевозчики междугородних такси ради дополнительной выгоды зачастую грешат самовольной установкой багажников на автомобиле. Больше груза – больше денег. Однако любые коррективы в конструкции транспортных средств должны быть подтверждены документально. Изменения как раз и внесены. Багажник установлен, видите, груз загружен, а не зарегистрировано в соответствующем порядке установлено. Поэтому сейчас водитель будет привлечен к административной ответственности и, соответственно, выписанному требованию на прекращение права действий. Отметим, что оформление таких изменений занимает всего две недели, а вот за пренебрежение этим требованием водитель может лишиться транспорта, его просто снимут с регистрации. Чтобы не испортить себе праздники и новогоднее настроение, важно помнить и соблюдать правила безопасности. Ведь, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Сарголана Захарова, Георгий Григорьев, Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутия день за днем. Ну и как говорилось ранее, опасность в новогоднюю ночь могут нести и продукты. Если быть конкретнее, то продукты ненадлежащего качества. Эксперты Управления Роспотребнадзора напоминают, что обильная еда несет в себе угрозу с заболеванием острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями. Как правильно выбрать ингредиенты для праздничных блюд и обезопасить себя и своих близких, узнавала Нергуяна Иванова. Чем ближе Новый год, тем больше вопросов и раздумий возникает насчет организации праздника. Главную позицию в списке запланированных покупок – продукты к новогоднему столу. Из обилия разнообразных блюд на каждом столе россиянина можно встретить салат оливье. Именно на его примере мы научимся определять, каким должен быть товар до того, как попадет с прилавка на стол. Анна, расскажите, как выбрать колбасу к новогоднему столу? Нужно выбирать колбасу из следующих параметров. Она должна быть упакована, хорошо должна иметь маркировку, то есть этикетку полосостава пищевой ценностью и должна выглядеть презентабельно и хорошо выглядеть. Например, вот данная колбаса, она, как сказать, колбаса должна быть еще без внешних признаков повреждения, без плесени, с характерным запахом колбасным, свежим. Также продукт должен иметь маркировку, состав и срок годности, обязательно наличие знака обращения на территории стран Таможенного союза. На срезе колбаса должна быть розового цвета, если речь идет о вареной колбасе. Шпик должен быть белого или светло-розового цвета. Оболочка должна плотно прилегать к фаршу, то есть если вот так вот отдирать, она должна не отдираться, да, вот оболочка должна плотно прилегать к фаршу. Еще одной неотъемлемой частью всеми любимого салата является зеленый горошек. Сначала нужно обратить внимание на внешний вид банки. Она должна быть цельной, без признаков ржавчины и деформации. Должна быть проштампованная срок годности, дата изготовления и состав должен быть на этикетке, да, конечно же. И должна быть информация на русском языке. Если не происходит хлопка, то это, конечно, не хороший признак. Обязательно, когда вскрывается упаковка, должен быть хлопок, да, то есть это говорит о стерильности продукта. Еще одним продуктом, без которого не обходится ни один салат на традиционном столе, это майонез. Изготовление полностью, время изготовления даже здесь пишут. И масса, состав, пищевая энергетическая ценность. Вторыми в списке по популярности на Новый год после салата идут конфеты. Сладкие подарки также становятся самым ходовым товаром перед новогодними праздниками. При выборе в первую очередь нужно обратить внимание на наличие маркировки, которая в обязательном порядке должна быть четкой и легко читаемой. Подарки должны продаваться, реализовываться в местах организованной торговли. Если же в подарок входит импортная продукция, то должна иметь все равно информацию на русском языке. Нужно обратить внимание на упаковку и ее прочность. Она должна быть герметичной и не деформированной. Упаковка должна быть плотно закрытой, содержимой, а именно конфеты и другие сладости должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия. Выбирать сладости нужно не только по красоте упаковки. Особое внимание нужно уделить самой сладкой части подарка. Например, смотрим обязательно на внешний вид. В упаковку сначала все смотрим, правильно рвать, без разлома, без ничего. Я открываю и смотрю. Если по аналитическим показателям, без посидений, цвет блестит, матовый, потому что оно с орехами, оно матовое, без посидений. Это значит, что нормально по аналитическим проходят. В лаборатории, где работает Александра Ефремова, применяется только высокотехнологическое оборудование, при помощи которого исследуется содержание солей, тяжелых металлов, пестицидов, а также минеральный состав и физико-химические методы исследования. В работе очень высокосовременные, высокочувствительные приборы, такие как газовые хроматографы, как атомно-сорбционные спектрофотометры, как анализаторы, как жидкостные хроматографы и также анализаторы флюорат. В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия совместно с консультационным центром Центра гигиены и эпидемиологии в республике с 4 по 18 декабря проводит горячую линию. Каждый желающий может задать вопросы по телефону. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И чтобы последствия праздничного застолья не испортили новогодние праздники, нужно тщательно выбирать продукты. Юргуяна Иванова, Гаврил Дичков, Якутия, день за днем. И последнее. 10 декабря в Стокгольме пройдет церемония вручения Нобелевской премии. Как правило, ее основные лауреаты – ученые, достигшие больших успехов в своих исследованиях. Тем временем своими разработками занимается и научное сообщество республики. В регионе есть несколько институтов Российской академии наук. Есть своя академия наук Якутии. И это не учитывая ученых, работающих в стенах главного вуза региона. Существует и запатентованная разработка якутских ученых в сфере защиты экологии, которая сегодня востребована во всем мире. Юлия Великодная расскажет подробнее. Конкретная цель – мы должны были найти такие штаммы. И мы специально начали заниматься этой проблемой и изготовить препарат, запатентовать его. Долгие годы наш регион славился богатыми месторождениями золота. Резко изменился статус республики, когда были найдены алмазы. Они и стали бюжетообразующей отраслью, а Якутия – узнаваема во всем мире как алмазная республика. Ну а теперь, по словам научного сотрудника Сибирского отделения Российской академии наук, настало время для промышленной добычи нефти и газа. Постепенно республика становится уже не только алмазной, но и газонефтяной. Так, с ростом объемов добываемой нефти особое внимание уделяется защите природы от загрязнений и разливов черного золота. Ученые Якутии всерьез занялись способом, который бы быстро нейтрализовал нефть без вреда для природы. Это научное открытие еще в 2008 году удалось сделать Ларисе Ерофеевской. До института я работала в Роспотребнадзоре, в БАК-лаборатории. Случилась авария на нефтепроводе Талакан-Вити. Вы не сможете нам сделать пробу, проанализировать? Я говорю, ну, хорошо, приносите. Думала, он принесет штук пять, может быть, как обычно, отбирает по точкам. Не больше десяти отбирается. Он мне принес 180 проб. Вот пришлось копаться. И, соответственно, с того момента-то я и заразилась этими бактериями, и стала в них вникать. И мне так понравилось. Я когда увидела первый раз, что они лизируют нефть, и обрадовалась, очень обрадовалась. Сегодня в лаборатории под руководством Ларисы Анатольевны продолжается работа по выявлению новых бактерий, выделенных из подмерзлотных почв Якутии, способных нейтрализовать аварийный разлив. Механизм действия биопрепарата заключается в том, что бактерии разлагают нефть и нефтепродукты до углекислого газа и воды. Разработанная технология позволяет сократить сроки восстановления почв с 50 лет до 1-3 сезонов. В результате этой работы теперь у нас пользуются многие дочерние компании «Транснефть». Не только в нашей республике работают «Транснефть Восток», но также «Транснефть Сибирь», «Поволжье» и различные дочерние компании. Микробы, способные спасти экологию Якутии сегодня, были обнаружены в останках пещерного львенка и шерстистого носорожка. Эти артефакты потрясли мировое научное сообщество совсем недавно. В уникальных находках сохранились микроорганизмы, которые способны помочь нейтрализовать промышленные катастрофы. Эти микробы существовали миллионы лет назад, и только в 21 веке именно якутским ученым удалось найти им применение. «Вот посмотрите, какие они красивые все, разного цвета. Это все бактерии. Вот они, видите, разлагают нефть. Тут на чашке была разлита нефть. И по мере своего роста они ее поедают». Для штамма микробов изготавливают различные носители, такие как целлюлоза, опилки, птичий помет и другие. Все зависит от типа почвы и доступности места экологического загрязнения. Биопрепарат бывает как в жидком виде, так и в порошковом. Он прост в применении. Его наносят на место разлива, почву или воду. «Когда мы их помещаем во всероссийскую коллекцию микроорганизмов, после того, как они проходят эту эпидемиологическую экспертизу, им всем присваивается имя автора. То есть вот каждому штамму присвоено имя». Накануне Егор Борисов на встрече с председателем Сибирского отделения Российской академии наук Валентином Пормоном договорились продолжить обсуждение вопроса реструктуризации научных учреждений в начале следующего года. Также вполне вероятна возможность подписания тройственного соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством научных организаций Российской академии наук и Республикой. Из этого следует, что перед учеными Якутии откроются больше возможностей для исследований и создания новых разработок. Юлия Великодная, Андрей Секритов, Евгений Рязанский, Якутия. День за днем. Такой мы запомним уходящую неделю. Я, Павел Танин, на этом с вами прощаюсь. Доброго вечера, хороших выходных и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова